От чего зависит токодача? Она зависит, конечно, от химии, которая происходит внутри, но она также зависит от некоторых других факторов. Вследствие химии, которая происходит внутри, это внутреннее сопротивление ячеек. Она измеряется в омах и обычно там очень низкая, несколько миллиом, то есть тысячные доли. Когда у вас это внутреннее сопротивление ячейки растет, получается токодача падает. От чего может расти внутреннее сопротивление? Например, сейчас стало очень холодно, сейчас зима, предположим. И у вас аккумулятор используется в ненормальном режиме, то есть ему очень холодно, стандартный рабочий режим аккумуляторов это, скажем, 30-40-50 градусов, что-то такое, то есть не сильно горячее. И когда на улице очень холодно, химические реакции внутри замедляются. И получается у нас с вами растет внутреннее сопротивление, и вместо аккумулятора, который быстро отдает свой ток, аккумулятор превращается в большой такой, но с низким сопротивлением резистор. В плохих ячейках сопротивление доходит чуть ли не до Ома, и с таким сопротивлением, если вы подаете ток, если вы начинаете вытягивать ток, ток пускай через аккумулятор получается, то он начинает греться. Это очень плохо сказывается на практически всех характеристиках аккумулятора. Он, во-первых, начинает давать меньше, во-вторых, портится химия, поэтому я уже показывал, например, пакет для аккумуляторов, который подогревает аккумуляторы зимой. Он очень хорош, поскольку он нагревает аккумулятор до подходящей температуры в 30-40 градусов, после чего вы можете вытащить и жарить на них нормально, а аккумуляторы не будут страдать и выдавать нормальные токи. Кроме того, от чего может подниматься сопротивление внутреннее? Подниматься оно может от того, чтобы перезарядили аккумулятор или переразрядили аккумулятор. Если вы разрядили аккумулятор ниже 2 вольт на банку, считайте он труб совсем. Если вы разрядили аккумулятор ниже 3 вольт на банку, нужно как можно быстрее зарядить его хотя бы до какого-то напряжения, причем еще не очень быстрым током. Когда аккумулятор находится в приграничных режимах, быстрым током его заряжать нельзя. Химия начинает работать внутри немножко иначе. И работает с каждым разом все хуже и хуже. Там кристаллическая решетка меняется, меняются свойства диэлектриков. Вот эти пористые структуры, которые там внутри есть в электролите, они тоже как-то то ли забиваются, то ли портятся, ну что-то там такое, в общем. И не перезаряжайте аккумуляторы, не переразряжайте аккумуляторы. Нормально состояние, до которого вы должны летать, например, 4С аккумулятор, это приблизительно до 14 вольт. Под нагрузкой может чуть-чуть, конечно, вниз скакнуть, но в целом, когда вы без нагрузки уже на посадку уйдете, у вас должно быть не ниже 14 вольт. Если у вас моргает 11-12 вольт на обычных литий-полимерных аккумуляторах, то аккумулятор очень-очень-очень страдает. Кроме того, да, еще когда вы аккумулятор разряжаете не своим током или заряжаете не своим током, какие-нибудь слабенькие аккумуляторы есть, ну вот, например, возьмем вот Zip, он всего лишь 10С написано. Если вы будете разряжать его током 30С, на что он абсолютно не рассчитан, то он начнет греться. Как только он разогревается, выше какой-то температуры, происходят необратимые реакции внутри в электролите и так далее. Опять же, та же самая, химия портится и вы теряете в токодаче таких аккумуляторов. После того, как вы разрядили их сильным током, ячейки, которые подверглись нагрузке, могли разрядиться неравномерно. Когда вы используете их на модели, этого особо не видно, но когда вы пришли домой, одна ячейка может показывать там 3,2 вольта разряженно, другая 2,6, третья 3,4, например, вольта. И получается, они все на разном уровне разрядились. И в основном это было связано, что пока у них была нормированная нагрузка, они, в принципе, все держали ток, хорошо выдавали емкость. Но как только вы подали ненормированную нагрузку, одна из ячейок, которая была чуть слабее, она резко начала портиться. Химия в ней, вы резко ее просадили, все, эта ячейка испорчена. Несмотря на то, что другие ячейки просто попались из другой партии, были чуть-чуть лучше, скажем так, ячейка, которая намного хуже, по которой вы испортились, она своей характеристики уже больше не вернет. Несмотря на то, что две крайние ячейки, например, все еще более-менее работают. Я скажу так, не смотрите то, что стоит вот здесь на упаковках. О китайской фабрике, с которыми я общался, говорят напрямую. Мы можем написать любое количество C на упаковке, мы можем написать хоть 1000 C на последних там аккумуляторах, где-то пишут 130 C, 150 C, это все в раке. Технический прогресс, где мы находимся сейчас, для хоббийных обычных аккумуляторов, дают возможность изготавливать аккумуляторы с токодати 50-60 C максимум. То есть 60 C это и то, это очень редко встречается. В основном 40-45-50 C дают аккумуляторы, то есть они этот ток выдают без значительного просадки напряжения, без того, чтобы напряжение скакнуло очень сильно вниз, и он не начал сильно разогреваться. Все это связано с тем, какое внутреннее сопротивление ячейка они могут добиться. Сильно низкого они добиться пока, к сожалению, не могут. В зависимости от того, какой аккумулятор вы покупаете, смотрите, в основном, я даже скажу, больше на температуру. Если после того, как вы прилетели, аккумулятор горячий, прям горячий, жгет руку, обычно температура тогда 50-60 градусов снаружи, а если она снаружи, то такая, представьте, что там внутри, там больше сотни. И такие аккумуляторы не стоит использовать для таких нагрузок. Если вы прилетаете, они тепленькие, просто тепленькие, приятно греют руку или вообще прохладные, то все с ними в порядке. У них хорошая тока дачи, ее вам хватает. Но если аккумуляторы горячие прилетают, они, к сожалению, идут на убой. По поводу вот этих вот самых ячеек High Voltage, которые используют несколько брендов в данный момент, они подписываются вот таким образом. Что это в целом дает? Это дает нам чуть больше напряжения в начале. Эти аккумуляторы заряжаются не до 4,2 вольта на банку, а до 4,3, 4,35. То есть эти дополнительные десятка, полторы десятки, которые на каждую банку, дают нам приличный прирост в самом начале. Если вот мы используем электромоторы, то в основном у них все зависит от того, как вы подаете, какое напряжение подаете. Чем выше у вас напряжение, тем больше оборотов обычно делает мотор, тем выше его мощность. В основном это так. То есть используя вот этот аккумулятор, по сравнению с обычным аккумулятором, на этом аккумуляторе вы будете выдавать больше мощности, ваши моторы, скорее всего, будут вращаться быстрее. Пока аккумулятор полностью заряжен, очень хорошо, квадрик, например, мелкий, подрывается просто значительно лучше, несмотря на то, что прибавка небольшая. Тем не менее, просаживаются такие аккумуляторы меньше и так далее. Но жизненный срок таких аккумуляторов, к сожалению, недостаточен. Такие аккумуляторы живут в среднем очень-очень мало, месяц... Давайте говорить в циклах. Живут 20-30 циклов. После этого смотрите, во что они превращаются. И причем еще вот этот аккумулятор не был сильно нагружен. На нем летал мой коллега, который летает, в принципе, достаточно блинчиком. То есть это не супер жесткое, жогово. И я пока не видел ни одного нормального аккумулятора Leti High Voltage, то есть с более высоким напряжением, которые бы работали в порядке, нормальное количество циклов. По поводу того, что аккумуляторы надулись. Я, кстати, хотел добавить по поводу вот этой всей оболочки и так далее. Аккумуляторы герметичные. И когда вы видите вот такое дело, раньше была такая тема, что протыкали люди аккумуляторы, просто брали иголку, тыкали в аккумулятор аккуратно, чтобы вот этот вот газ, который там скопился, его можно было вытащить наружу, выдуть. И потом было бы все нормально. В целом такая процедура, во-первых, очень опасна. Если вы что-то замкнете, загорится вся эта сборочка. Ну и в целом то, что вы нарушаете герметичность банки, ни к чему хорошему не приводит. Вода, которая содержится в воздухе, кислород нарушает химию, химические процессы, которые внутри, аккумулятор приходит в негодность, просто защитные циклы. Слегоньца где-то вот с краешек баночку зацепили, и она в принципе тоненькая, можно замазать ее чем-то там с приклеем, хорошенько залакировать, замотать изолентой. Тогда все в порядке. Но если вы оставите дырку открытой, или просто там скотчем один слой накинули, то это не поможет, аккумулятор очень быстро умрет. Но и в целом битые банки начинают вздуваться. В целом ячейки, которые вздулись, или которые искривлены, обычно не подлежат дальнейшнему использованию и умирают через 2-3 цикла. По поводу цикла аккумуляторов. Сколько аккумулятор должен прожить? Меня спрашивают, какие аккумуляторы лучше? Какие аккумуляторы взять? Друзья, учитывайте то, какое вы применение будете находить. Если вы используете их на гоночных квадрокоптерах, где токи бешеные, на самом деле то, что показывает амперметр в OSD, например, это он усредняет значение, например, за секунду, предположим так. Если у вас ток поднялся до 400, потом упал до 200, потом упал до 150 и продолжался здесь до 150 ампер, а OSD покажет 150 ампер. Но никто не учитывает вот этих вот резких скачков по 400, по 300 ампер. На самом деле, такие аккумуляторы выдают огромные токи, да. Но в целом, исходя из опыта и ребят, которые летают активно на аккумуляторах, следует сказать, что аккумуляторы живут в среднем 100 циклов максимум. То есть не ожидайте, что на одном аккумуляторе вы отлетаете 3 года и все будет с ним хорошо. Они либо умрут от физических воздействий, от того, что вы будете бить об землю или что-то такое, либо умрут просто от того, что вы их нагружаете. Если вы летаете очень жестко, если вы жарите, этим увлекаются обычно фристайлеры, аккумулятора хватает циклов на 30-50. То есть не особо много. То есть после этого аккумулятор все еще будет работать, но он не будет выдавать те токи, как вначале. Как всегда, химия, внутри которой находится, претерпевает некоторые изменения. Аккумулятор потихоньку стареет, учитывая их нагрузку, под которую они работают, это вполне нормально. И я в последнее время стал людям не советовать какие-то супер-классные аккумуляторы, брать какие-то самые топовые, а брать просто самые дешевые, но под проверенных брендов. Таких на самом деле достаточно много. На Хобби Кинге, например, на распродажах очень часто бывают аккумуляторы по 10, 12, по 15 долларов за пак. Это достаточно дешево, учитывая, что, например, те же AirLane от Tattoo, которые дают 95C, как бы, они стоят там 35-40 долларов. То есть за один аккумулятор L-Lane вы получаете 3 аккума или 4 даже иногда аккума каких-нибудь дешевых графенов. То есть смотрите на то, что вам предлагают. Если вы берете под высокую нагрузку аккумуляторы, берите их, берите минимально 60-65C, тогда аккумуляторы в основном более-менее ходят, но не берете каких-нибудь китайских бредовых аккумуляторов типа Zop Power или аккумуляторов, которые никто никогда не знал, не слышал. Но им аккумуляторы обычно не отвечают своим качеством. Кроме того, по поводу защиты аккумуляторов. Кто-то натягивает пластиковые бутылки от воды, прозрачные, утягивает их, например, строительным феном. Отличный результат получается. Такая защита очень хороша. Вот этих аккумуляторов, например, у меня было 6 штук, и они практически все остались живые. Кроме физического защиты, такая защита стягивает аккумулятор. Стянутые аккумуляторы позволяют вам дольше на них летать без того, чтобы они ухудшались. Это такое немножко из раздела баек, возможно. А возможно, что-то и есть. Но я считаю, это действительно помогает. Когда вы стягиваете аккумулятор, вот это, например, у меня термоусадка. Это вот такая термоусадка от L-Mark. У меня несколько метров таких. Я купил ее в обычном магазине. Это сороковка. И хорошо подходит для мелких аккумуляторов. Для больших такие же есть чуть побольше. Хороша она тем, что она такая немножко как бы прорезиненная какая-то, но тем не менее хорошо утягивает, хорошо держит, не рвется. Почти полтора года и до сих пор все еще живые. Многие видео последние были сняты все еще с этими аккумуляторами, потому что без большой нагрузки они вполне отдают свою емкость. И так вот, когда вы сжимаете этот аккумулятор такой термоусадкой, химия, которая происходит внутри, всякие газы, они не могут образовываться из-за того, что у них просто нет места. Там все достаточно плотно друг к другу прижато. И газы просто не образовываются, когда у вас, например, перегрев аккумулятора идет или что-то такое. За счет этого у вас аккумулятор все еще в нормальном состоянии. И если у вас есть, например, зарядное устройство современное какое-нибудь, которое может измерять внутреннее сопротивление, обязательно измеряйте внутреннее сопротивление. Я вот здесь, например, стабильно всегда писал, сколько у меня сопротивления. Вот здесь, например, на этих ячейках, например, это мелкие ячейки на 800 мА, здесь 13, 13, 14, 14. Ну, такое высоковато, но в порядке. Вот здесь, например, чуть получше, 11, 11, 11, 10. Даже не особо важно, насколько, какие числа. Главное, чтобы они не сильно менялись. Контролируйте ваше сопротивление время от времени. На многих заявках эта функция встроенная. Вот этот аккумулятор я, например, вообще сейчас отложил, потому что у него поднялось внутреннее сопротивление до 14, 15, из стандартных 6, 7, 8, вот что-то примерно такое было. В последний несколько циков он стал меня подводить, я поставил на нем крестик. Вот немножко другой аккумулятор, в принципе, из той же партии, когда я покупал этот аккумулятор, но с завода у него, по-моему, было 5, 6, а последний раз, когда я их перетягивал, я их иногда перетягиваю, ну, чтобы лучше выглядели, потому что вот этот аккумулятор я не перетягивал вообще, он поэтому совсем ужасен. Вот эти я перетягивал недавно, примерно полгодика назад. В тот раз у меня было сопротивление 7, 8, 8, 7, с тех пор сопротивление изменилось не сильно, 10, 11, 11, 11, то есть приблизительно на 2 единички, на 2 миллиона поднялось сопротивление, то есть она уже выдает чуть меньше тока при максимальном газе, кроме того, она будет сильнее греться. Но, как видно, вот эти все ячейки, которые я тогда брал, они все усажены в термоусадку, они все стянуты, и, как видно, ни одна из них не вспухла. Но в целом, если вы утягиваете их в термоусадку или в бутылку, аккумуляторы проживают, переживают гораздо дольше. А от химических воздействий они, конечно, все равно будут стареть, но такого сильного прям расхода 2 аккумулятора в месяц вы убивать точно не будете. Вот такой вот был небольшой ликбез по аккумуляторам, теперь вы знаете, в целом за ними ухаживать. Следующий, о чем бы я хотел поговорить, о зарядках. Какие бывают зарядки?